День во многих смыслах. Одновременно сегодня и Вознесение Господне, а сегодня и освящение иконы Покрова Матери Божией. И сегодня некий прорыв в том санатории, который я знаю достаточно давно, прорыв уже не по горизонтали, не в каких-то социальных, культурных или экономических связях, а прорыв по вертикали. Когда открываются не земные, а небесные колодцы, и когда благодать Божия и милость Божия нисходят на людей, собравшиеся в этом месте. Бог всегда над человеком, и об этом мы все догадываемся. Но мы все догадываемся, что Бог и под человеком, даже очень царешающим, и всегда ищет возможность его поднять, спасти и не дать возможности ему опускаться ниже. Но для этого нужно снимать ложную самозащиту и открывать свое сердце для воскресшего Христа, открывать сердце для любящего Бога, спасающего и милующего, и понимать, что наша земная жизнь – это очень серьезно, это для взрослых, для ответственных и реально трезвомыслящих людей. И Господь на каждом изгибе нашей жизненной ситуации ищет возможность у нас похитить для Царства Небесного, похитить для любви, похитить для радости, похитить нас от суеты, от всего разрушающего нас, что мы делаем хитрым, постоянным и достойчивым, и воссоздать нас в той красоте и полгодке, для которой призван каждый человек в этот мир. Я хочу пожелать всем единомыслия, радости, содействия Богу и приятия Божественного содействия во всех начинаниях, и чтобы наши мысли, наши чувства раскрывались тем замыслом Божьим, который есть и руководстве, и сотрудникам, и отдыхающих, и всех, кто здесь бывает на этом месте. И чтобы это все было по любви Христовой, чтобы мы все стали прозрачными в любви Христовой и Божественной свету, Божественной правде, Божественной премудрости. С малым по малым, чуть-чуть на чуть-чуть, смотришь, и земная жизнь начинает выстраиваться в небесную. Смотришь, и приходящее становится вечным, и человеческое обожествляется, и преображается, и становится качественно иным. И все начинает привлетать в совершенно иные измерения, иные смыслы, иные перспективы, и иное качество бытия становится уже нашим достоянием, нашей достоверностью и нашим приобретением здесь и сейчас. Аминь. Всех вас поздравляю с этим радостным днём. Светлана Рудольфовна Сорнина, как, так скажем, некий двигатель. Ну и желаю быть в единомыслии, радости и любви. Продолжение следует.